Рискует остаться без прав. Народные избранники предлагают лишать водительских удостоверений тех, кто не оплачивает штрафы. Такие нововведения вступят в силу уже в начале следующего года. Подробнее об этой и других законодательных инициативах в обзорном материале программы. Водители будут отбирать права за долги. Депутаты Государственной Думы приняли новые поправки в закон о приостановлении права на управление автомобилем, а также воздушным и водным транспортом должников, сумма штрафов которых составляет свыше 10 тысяч рублей. Изымать водительское удостоверение у граждан будут лишь в случаях, если управление автомобилем или другим транспортом не является для неплательщика основной работой. Исключение также составят инвалиды первой или второй группы. Соответствующие поправки вступят в силу с 15 января 2016 года. Не старше 70 лет. Должен быть возраст кандидата в депутаты на момент избрания. Так считают члены комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. По их мнению, законодательный орган не должен быть предпенсионным местом. Принятие этой инициативы будет способствовать обновлению парламента. К тому же напряженный рабочий график отрицательно сказывается на здоровье депутатов. Отчего последним приходится проходить лечение в санаториях и на курортах. А это деньги из бюджета, которые можно сэкономить. По информации комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей к парламентским выборам 2016 года, 20 народных избранников достигнут 70-летия. Дольщиков обяжут страховаться. Специалисты Министерства строительства страны подготовили законопроект, который уже получил одобрение в профильных ведомствах. Согласно нововведению, каждый дольщик будет обязан за свой счет застраховать риски. На случай неисполнения застройщикам обязательств. Планируется, что минимальный размер компенсации должен быть не менее стоимости жилья, рассчитанной по среднерыночной цене квадратного метра в каждом регионе страны.